привет всем вы на канале позитивный огород сегодня у нас суббота 20 июня и хочу сегодня подстричь томаты и высокорослые и низкорослые тоже подстригу оголю вот так вот стволик освободим их от листвы которая у нас еще даже в рассадном периоде она росла улучшим проветривание ну и кустики ведь они уже такие прям высокие надо их немножечко подстричь активно они цветут уже прям подпирают крышу как-то их надо будет направлять наверное куда-то и низкорослые тоже ведь они уже пушистые уберем лишние какие-то пасынки если вдруг они здесь будут ну и как я уже сказал лучшим проветривание но вот такой вот результат у нас все подстригли кое-где конечно пропускали пасынки потому что помидорки были такие лохматые и кое-где пропустили ответе пасынок но затем когда он выпустит первую цветочную кисть моего прищипнем и как он нам не будет мешать здесь пока ему света здесь хватит видите здесь сейчас достаточно так светло вот у нас банановые ноги уже начала одна помидорка желтеть такая вот симпатичная кисточка еще много помидорок завязывается цветет здесь тоже видите все цветет немножко земельки подсыпали где корешки оголяются необходимо так немного хотя бы подсыпать земли в общем и низко русло это уже все подстригли все стволики ведь у них глины убраны лишние пасынки самые нежные ну в общем вот такие дела и что касается ботвы такая вот куча ботвы помидорный можно ее разложить по капусте я обычно так делаю кто-то настаивает ее как бы таким настой делает из нее и затем поливает от вредителей насколько он эффективнее конечно не знаю ну как бы такое тоже практикуют но так сейчас я разложу просто это по капусте и пускай лежит сегодня буду делать вторую прищипку первый раз мы делали прищипку центральной плети вот этой вот а сейчас когда вот эти плети уже боковые достаточно таки большие стали мы должны и их прищипнуть то есть также отрывая у них макушку и затем у нас из пазу пойдут уже пасынки третьего порядка и на них также будет завязываться дыни и вот так вот все боковые плети прищипываем да не уже начали цвести пока еще только пустоцвет но затем у нас должны пойти и цветение уже дыньками цветочки все плети это плети что жутко прям огромное уже прищипываем и также с той стороны пройдусь тоже прищипну также вот и здесь все прищипнем сейчас самое главное при поливе дыни не мочить сами висе то есть поливаем именно под самый корешок сама почву проливаем стараемся не попадать на листья на плети их мы стараемся не мочить так вот все прищипнем в принципе особого ухода дальше осуществлять не нужно главное именно не слишком сильно поливать если будет затяжные дожди то нужно будет накрыть наши посадки дыни вот уже первые цветочки затем надеемся что пойдут уже цветочки с дыньками но всем тем кому видео было полезным подписывайтесь на канал заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч